Всем привет дорогие мои. Всем привет. Женечка уже из музыкалки приехала и в 12 часов поедет обратно. Ну в общем через час. С утра у нее было сольфеджио. Портепьяно перенесли на четверг. А да как-то так говорится, может сольфеджио с 8 часов уберут. Ну я тогда могу ходить в среду. Ну ты поговори с ней. Ну ладно, я сама напишу. Еще попытаемся узнать. Чтобы не вставали после утра. Ну неудобно очень. Пролез, пролез. Да, Вася поехал. Нам посылка пришла для детей в СДЭК. Здесь у нас оказывается. Сегодня наверное откроем. Посмотрим если сейчас приедет. Еще он там купил мужиков 7 картошки наверное, 5 грудок. Я ему написала и хлеб. Смотрите как Санечка. Мам, смотри, что у меня было в куртке. Ой, выброси доченька. Он же истиранный скорее всего. И все из кармана не вытащили. Выброси. Ну вкусно пахнет там. Да? У нас за неделю столько носков. Ужас. Дети 5 раз на дню переодевают носки. И потом мы вот это вот все замачиваем, руками все отстирываем. Потом конечно еще машинка. Так, Дариночка у нас в школе. И сегодня мы собираемся поехать еще в город. Нам нужна Дарине куртка. Ну на улице еще можно ходить в джинсовке, но все равно. И девчонкам хочу сапожки уже весенние, осенние купить. Но то, что у нас было, я просто все повыбрасывала. Потому что ему же маленькое. А сохранять какой смысл? В общем, есть только у меня, у Васи. А у Дарины надо тоже посмотреть. Такие вот у нас планы на сегодня. Помощница моя. Приятная с полезным. Давай, Канаш, пришел. Открывай дверь. Давай. Что-то можешь две посылки. На. Спасибо огромное. А это что? Две посылочки. Вася купил северные. Куртки мне. И хлебушек. Сейчас буду готовить. Деничка поела? Вытри со стола. Да. Чёрное место нашла на дороге. На дверь. На дверь. Так, картошку, да? Пускать будешь? Да. Я взял четыре мешка. Больше. Ну, они получаются маленькие. Ну, ладно. Может, потом еще в другом, где красненькое, она хорошо на пюрешку. Красненькое на той неделе будет. А, ну, ладно, ладно. Будем все открывать? Завтра. Я не знаю. Мы, наверное, подождем и Тому, и Дарину. Тогда завтра откроем. Когда девчонки дома будут все. Настя, я вот забыла. Музыки что-то тут лежат. Шампунь свой забыла, попросила привезти. Ну, как раз мы сегодня поедем. Да. Сегодня у меня суп с мелкими макаронами. Вот сюда мы кофе не наливаем. Вот такие лёздочки что ли-то тут. И сварила макароны. И мясо еще на подливку лежит. Это, впрочем, очень вкусные. Я купила всего две штучки. Боялась, что не понравятся детям. Нет, довольно-таки вкусные. Но я, знаете, я их прям варю конкретно. 10-12 минут, чтобы прям вареные были. Если варить недовареные, дети плохо едят. И пока у меня сейчас время есть. Это у меня хлеб. Старенький. Я его сейчас покрошу и досушу. Сухарики у нас Саша, можно сказать, одна все сухари съедает. Она очень любит со сладким чаем сухарики. Ой, забыла открыть. Пусть проветривается немножко. Мишеничка убежала на закалку. Дарина еще не пришла. А Саша, наверное, в телефоне сидит. Санечка. Ага, меняет улицу. Мы ее убрали из комнаты. Убежит, 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 убежит. Обратно будет. Все, достаточно. Семного не надо, Саша. Ты очень много ей накладываешь. Вот этого достаточно. В общем, мы ее отсюда убрали. Действительно, ее может продуть. Мы ее поставили вот сюда, на сушилку. Но это не значит, что с ней никто не играет. Саша ее берет постоянно. Ну, тут она со вчерашнего дня на сушилку поставили. Там ни сквозняка, ничего нет. А здесь вот я вчера захожу, ночью прям холодно. Ну, где-то там 5-3 градуса. В общем, убрали ее отсюда. Вот, не дай бог, не продула действительно. Так, ладненько я тут хлебушек режу. Все, наконец-то мы всех дождались. Уже третий час. Женьке, ну, почти 2 часа. Это Настя попросила есть. Это я, Лёвка? Да, да. Вот у Жени, штаны, как у Насти все. Костюм, размер, рост 146. Смотрите, что с ногами делается. Да? Санечка, давай я поправлю тебе. Давай вместе вперед сядем. Давай. Мам! Папка орехи собирается. Нашел? Сейчас машину кинет. Давай я готовую сушу. А что, он дома? Да. Да ладно, ничего не сделает. Он все ночь спит. Ну, Дарь, ну, что дверь не закрывает? Ночь спит. Я его ночью выпустила на улицу. Я его ночью впускаю, она его выпускает. Он просился, нет, на улице? Его просто так выпустила. Все, поедем. Может быть, сможем что-нибудь распределить. Все. Могли бы вот сюда замок повесить. Ёшкин кот. Ну-ка, давай. Как у нас, Женька, так Ёшкин карабаш. Да, Женька? А я не могу затошкались. Не знаю. Все я не забыли. Закрылся магазин. Закрылся. Поехали. Куда? Обуз. Да, мы пешком пойдем. Мы сейчас это. Подожди, сейчас ориентируйтесь. Где еще магазин есть? Между Ленина и этого. Ой, холодно. Ну, это я знаю. Я другой магазин. Не могу вспомнить. Лучше не надо. Так, вот видишь, холодно уже, да? Не холодно. Пап, открой. Пусть оденут куртки. То им то жарко, то холодно. Иди быстро одеть. Мы сейчас далеко пойдем. Будем пешком ходить. Мы померили уже одну куртку. Что-то она ее забраковала. Ну, видишь? Уже, уже. Можно курсы пройти? Нет. Вот такая светленькая. Да. Какой это размер? С. Маленькая. Ну, дай Эльку. Эльку посмотри. Вот Элька сама последняя. Угу. Или можно вот. Тут вот видите, рукава спущенные. А вот тут вот рукава нормальные. Можно вот эту посмотреть еще. А вот такая, как у Алины сейчас. Только у Алины чисто черная. Вот она вот один в один, как у Алины. У Алины говорю. Была бы, знаете, еще такая темно-зеленая. Алина любит зеленую. Какая-то большая двоиц. Или тоже светленькая. Просто подожди. Такая, как у Жени. У Жени вот такая. У меня не такая. Ну, цветом такая я имею в виду. Ну, только она не разноцветная, а просто белая. Да, не разноцветная. И пухлее. 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 Сейчас и обувь все пойдем посмотрим. Да, там много красивых ботинок. Ну, сейчас пойдем. А какой Алины. Кстати, Алина такие вот искала. Какие они в облипкой. Да, в облипкой. Вот она вот такие искала. Вот широкие. Нет, у него широкие как раз есть. Широков короткие. Нет, на резинку. Мама, я нашла для меня размер. Какой? Тридцать третий. Ну, нормально. Он пушистый. Ну, хорошо. Украй. Ну, сейчас, сейчас я посмотрю. Какой закона. Зеркало, посмотри, девчонка, сама. Посмотри. Я еще медленно. Видите, тут рукава спущенный. Подожди, Милка моя. Даринечка, а давай вот эту вот посмотреть. Здесь вот рукав нормальный. Вот эту? Ну, вот эту можно и вот эту. Мне кажется, это сильно будет так. Не, ну, возьми свой размер. Тут, видите, как рукав спущенный. И не очень как-то дарит. Потому что тут есть, чтобы не продувал еще. Я говорю не про резинку, а про вот здесь вот. Про плечи. Давай посмотрим другую. Эту не убирай пока. Поглядим. А, куберенькую не хочешь? Ну, тут тоже рукав спущенный. Вот смотрите. С такими плечами реально лучше. Единственное, что... Не застегивай даже. Маленькая тебе курт. А спущенный рукав тебе вообще не идет. А вот так вот лучше, когда вточной рукав. У Дарини зимняя есть. Ей надо вот сейчас ходить. Да, после членцовки. Потому что та куртку мы алименты. Сами себе выбрали. И сейчас им принесут. Наши размерчики. Да. Саша 33-й. Женечка 38-й. Хотя, по идее, Жене надо 39-й. Чтобы с носочком. Ну, вы знаете, мы выбрали с мехом внутри. Там еще сумочка. Ну, сейчас покажем. Вот такая вот. Да. Только я не знаю, что туда можно вложить, если я буду ходить. Я на примере. Конфетку. Вот. В чехле. Смотрите, какие себе Санечка выбрала. Мам. Сейчас, сейчас все эти столы. Мам, на двор с сумочкой. Они что, разные, да? Почему? Да, они разные. Да. Ой, правда разные. 41-й. Нам лучше вот такой, который вы взяли. Нет, у меня. У тебя курска какая зимняя? Зеленая? Зимняя, да. Я забираю на работу отнеску назад, да и все. И пачкай только их. А то я это. Ну, вот эти ваши, которые я недавно мерила. Да, милаш. Которые я недавно мерила, они были больше меха и чистить удобно. Которые унесли? Да. Я сказала, чтобы дали те, а не эти. Потому что куртка у тебя зеленая, с красным как бы и не надо. Надеть зеленым, к примеру, или к сине. Угу. Снимай. Сейчас принесут тебе другие. Не от этой пары. Те были симпатичнее. Во. Ты оба одень и походи.